После матчевой пресс-конференции главный тренер команды Родины М Рябов и Игорь Викторович. Игорь Викторович, Ваш комментарий по сегодняшней игре. Негативный счет результат для нас, но ничего страшного. Есть над чем работать, анализируем ошибки, которые допустили. Можно отметить также незабилие в первом тайме. И за счет этого, я думаю, во втором немножко подрослабились и пропустили. Ненужные мячи за счет индивидуальных ошибок. Так бывает в футболе. Это урок. Еще раз повторюсь, у нас молодая команда. Я думаю, проанализируем, сделаем выводы и будем идти вперед. Как оцените дебют Борисова в стартовом составе? Неплохо выглядел. Скажем так, даже неплохо, а так созидал. Видно, что было желание, старался. Но как бы не повезло немножко. Я думаю, что у него все впереди. У него желания много. И я думаю, у него будет все получаться. По самодаче, в тренировочном процессе, в игре, к нему вопросов вообще нет. Да и в целом ко всей команде. Следующий матч у нас получается не выходные на неделю. Насколько это удобно и неудобно? Ну, ничего страшного в этом нет. Есть такие матчи, и команда играет 2 на 3. Я думаю, мы будем готовиться и ехать в Орехово-Зуево, как бы планировали за день до игры. Перед этим завтра тренировочный процесс также будет у нас восстановительный. Кто-то меньше играл, будет тренировка. И подготовимся, я думаю, к Орехово-Зуево. И все будет нормально. Спасибо. Ну, игра тяжелая была. Вначале, в первый тайм, мы, можно сказать, то, что выдержали темп. Ушли. Не пропустили за то, как говорится. Команда хорошая, молодая у вас, Родина. Что говорите, контролировали мяч. Были моменты у них. Нас воротарь выручал. Ну, во втором тайме в перерыве сделал коррективы. Сказал, что вспоминайте, что делали на тренировке, готовились к чему. Изучали эту игру. Вчера, особенно перед поездкой, мы изучали вашу игру, когда вы с Твери играли. Ну, наконец-то, хоть не пропустили самое главное еще. И, наконец, первая победа пришла. Как говорится, упорство и труд помогло. На этот выездной матч вы отправились в 3 часа ночи. Всегда отправляетесь вот в такое максимально неудобное время? Или это только в Москву? Нет, это мы уезжали в Вологду ночью. Играли. Нам тяжело. Мы в день игры, считай, приезжаем постоянно. Не считай, а так оно и есть. И в Вологду, и в Держинск мы также приезжали. Тяжело играть. И, считай, вот, можно сказать, первый тайм входим в эту игру. Те игры мы, первые вообще игры, мы до 20-й минуты пропускали мячи. Так получалось, что очень тяжело входить. Дорога, конечно, сказывается. А так выдержали. Спасибо, ребята. Молодцы. Сегодня в запасе не было вратарей. Тревожно ли было вам? Да. Ну, я уже сколько раз говорил, и Раку тянул нашему вратарю, что в той игре он получил желтую, в этой игре получил желтую карточку. У нас еще одну игру не будет стоять вратарь. У нас он пропускает. Четыре игры ему дали. Ну, за это, конечно, тревожно. А вдруг получил карточку там или удаление получилось бы, кто опять полевой игрок бы стал в ворот. И нас на одного человека бы меньше было. Все замены уже произвели мы. Насколько сказывается дисквалификация троих игроков? Ну, по вратарям я вам скажу, то, что у нас нету как такого. У нас оба хороших вратаря. Ракутин, вот он стоял, те три игры мы проиграли 1-0, но не должны были. Мы и Дзержинский не должны были проигрывать. И с Вологды мы играли нормально. Вот позиционная эта ошибка в обороне получилась. Сегодня уж я кричал. Сегодня оборона сыграла здорово. Все позиционно, все выполнилось. Да, были ошибки, но ошибки всегда бывают. Нет ошибок, нет голов. А так, да, у нас не хватает нападающего еще один. Долера не хватает, Даурского у нас. Вот сейчас все, следующую игру с торпедой он уже может играть в форме, он готовится к игре, к играм. Я думаю, то, что нам уже легче будет. Ну, и у многих сидят, многие сидят на желтых карточках уже. Спасибо. Спасибо вам.